МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А еще 122 патрона различного калибра. Кроме того, у мужчины были изъяты поддельные документы с данными третьих лиц, в том числе служебные удостоверения. У ФСБ России по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222.1 Уголовного кодекса России. Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств. Расследование всех эпизодов противоправной деятельности фигуранта продолжается. По оперативным сводкам ГИБДД за минувшие сутки у дома номер 46 по улице Спартака, города Твери, автомашина «Пежо» сбила пешехода. Пострадал 18-летний юноша. Он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего с черепно-мозговой травмой доставили в больницу. По данным ГИБДД, водитель «Пежо», мужчина 52-го года рождения, был трезв. Очередное обращение к водителям. Будьте предельно внимательны на дороге. Региональный следственный комитет еще раз предупреждает жителей региона о мошенниках, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов. В последнее время случаи, когда мошенники представляются сотрудниками силовых ведомств и склоняют жителей региона к действиям, приводящим к утрате личных денежных средств, в нашей области участились. Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области предупреждает об участившейся случаях обращения о совершении в отношении граждан мошеннических действий со стороны лиц, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов. В разговорах с гражданами мошенники, представляясь с сотрудниками силовых ведомств, склоняют жителей региона к действиям, приводящим к утрате личных денежных средств. Такие действия квалифицируются как мошенничество. Обращаем внимание граждан. Сотрудники правоохранительных органов, уполномоченные проводить предварительное следствие, вызывают граждан повесткой. При этом должностное лицо никогда не требует по телефону предоставления персональных данных, банковских реквизитов, информации по счетам и пластиковым картам. Ни по телефону, ни в ходе очной беседы сотрудники правоохранительных органов не заявляют требования о переводе денежных средств на какие-либо счета. Это незаконно. Желая проверить мошенников, не следует перезванивать на такие входящие вызовы. Любые предложения от имени правоохранительных органов, например, помочь в поимке преступника путем перечисления денег на указанное собеседником счета либо с целью обезопасить сбережение, это явный признак мошенничества. О таких фактах необходимо сразу сообщить правоохранительные органы. При попадании в подобные ситуации, если звонящий представился сотрудниками силовых структур, необходимо позвонить по номерам телефона доверия соответствующего правоохранительного органа и проверить информацию, озвученную звонившим.